Доброго времени суток! Всем привет! Очередная история, которой невозможно промолчать, а именно это вот этих предметов, которые стоят на столе. Я просто сам в шоке от тех результатов, которые получены буквально сегодня. Сегодня, сегодня, сегодня. Значит, вчера мы снимали видео, показывали баночки с какими-то процессами, явлениями роста мицелия. Сегодня мы видим то, что зерно не пересыпается. Это полная колонизация маточного мицелия. Значит, была сделана вот целая партия. Здесь и здесь. А здесь мы видим вот этот мицелий, который посеян стандартным способом из пробирок. Вот здесь начальный рост. Когда-то, по истечении где-то недели три, он, наверное, придет все-таки к тому состоянию, посевного мицелия. А вот это результат, который мы видим. Посеян был сделан 20 января. Сегодня, вот специально показываю мобильный телефон. Не знаю, что там видно, но по факту можно проверить, что съемка сделана 27 января 2015 года. Итак, по факту банка мицелия зарастает за 7 суток. Это просто фантастический результат. Значит, в самой партии, так как сейчас идут только технические поиски широкого употребления и использования именно жидких средств, то одна часть банок была перемешана, другая часть банок не была перемешана. Здесь видно, что рост идет в тех местах, где заливался раствор с мицелием. Здесь видим, что еще процентов 30 еще зерна пересыпается. Оно не успело, мицелий не успел его уже привязать к своему месту. Но результат тоже хороший. А здесь те банки, которые были перемешаны, я специально взял несколько штук, чтобы точно продемонстрировать, что это не единичный вариант. Это общая такая закономерность. Значит, можно сделать такой вывод, что выращивание мицелия, в данном случае это вешенки, это штамм М5, на жидких питательных средах в колбах показывает очень поразительный результат. Именно для меня сейчас, в период острой нехватки маточных мицелиев, этот результат меня вообще удовлетворяет. То есть можно приступать к подготовке зерна и переходить уже к следующему этапу подготовки первых партий нулевой генерации мицелия. И что бы еще хотелось сказать для тех кудесников, которые пробуют там выращивать шампиньоны, вешенки из покупных каких-то материалов. Не забывайте о том, что все-таки для культуры необходима какая-то есть международная классификация. Есть какие-то такие параметры, которые урегулируют распространение вот этих всех штаммов и приводят это в какой-то порядок. Значит, у каждой культуры должен быть паспорт из официально зарегистрированного ванного источника. Значит, у каждой культуры тоже есть такая штука, как паспорт, чтобы вы знали. И больше здесь, в принципе, добавить нечего. Все было рассказано раньше. Не забудьте, что под видео есть вот такой вот знак. И если вы правильно нажмете на вот этот знак, то, как в клубе «Что, где, когда» наступит время, что вы узнаете, что это за хитромудрый вот такой предмет, который находится у меня на столе. Если у вас возникают какие-то вопросы и пожелания, пожалуйста, пишите мне на скайп, который вы видите на экране. Сразу вам могу сказать, не ждите, что ответы будут быстрыми. В первую очередь, я отвечаю на вопросы учеников, которые учатся в школе, спонсоров и донаторов канала. Вам желаю всего самого лучшего. С вами был Макс Селлер.